22 июня ровно в 4 утра. Продолжение этой фразы знает каждый россиянин, ведь именно в этот день и в этот час началась война, рана от которой на сердце страны не заживают вот уже более 80 лет. Представители администрации округа, учителя, медики, спортсмены, общественники. В это утро к вечному огню на Аллее Славы пришли те, кто считает своим долгом хранить память о Великой войне и ее героях. Я здесь, потому что по-другому невозможно в этот день. В Ленинском округе есть своя традиция, это ровно в 4 часа. Люди неравнодушные, люди, у которых есть память, они приходят сюда. Мы сегодня специально никого не заставляли прийти сюда, и вы видите, есть дети, есть старшее поколение, поэтому все, кто считает необходимым здесь быть, они здесь. Пережив такую страшную войну, которая в 20 век, это невозможно забыть про это. Естественно, мы должны сегодня вспомнить, мы помним их всегда, но вспомнить, гордиться и никогда не забывать тот подвиг, который совершили люди для того, чтобы была независимость нашей Родины. Помним это страшное событие, это наша история, это надо передавать из поколения в поколение, мы никогда этого не забудем. Любовь Ивановна Платонова каждый год приходит в этот день к вечному огню. Иначе, говорит, не может. Самый скорбный день в жизни моих родителей, моей матери, которая попала в плен к фашистам, в концлагерь, и для всего нашего народа. И поэтому мы в 4 утра возлагаем цветы в память скорби и в память о наших родных. В это июньское утро можно было прочитать слова, сложенные из нескольких сотен свечей вокруг вечного огня, как символ всенародной памяти. Помните, наше дело правое. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Евгений Садовский, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.